Всем доброго дня! Я в парке культуры и отдыха. Давно я тут не была, потому что не было хорошей погоды. Вот погода появилась. Такая вот красота, всё цветёт. Идём в сторону моря. Немножко холодный сегодня ветерок, но так целым день тёплый. Народ всё прибывает, прибывает. Надеюсь, что у меня память не закончится, как это бывает обычно. Конечно, очень здорово. Но пока ещё нет, конечно, такого прям огромного наплыва людей, но людей стало значительно больше. Слава богу, сняты ограничения. Уже кафе, ресторанчики работают очень уютно, позитивно. Посмотрим, что там на море. Может, уже кто-то и купается со смельчаков. Ну, я обычно круглый год купалась, но в этом году, так как у нас была нестандартная зима, и снег, и всё такое сильное, я в конце декабря уже свой сезон закончила. Так что я думаю, что скоро тоже буду начинать ему. Обычно здесь вот аттракционы всякие разные работают. Ну, пока вот всё как-то очень мирно. Не знаю, где кто, да? Может быть, люди на море. Может, ещё где-то. Ну, нет такого какого-то пока ещё ажиотажа. Уже позитивная, конечно, всё равно атмосфера. Ну, когда солнышко светит, у нас всегда так здорово. Сегодня я без ребёнка, с подругой мы идём гуляем. Если с ребёнком бы была, мы сейчас каждый аттракцион бы тут катались. Да, вот такая вот красота. Это что? Как называется? Какие-то... Ой, забыла. Что-то какое-то как хвойное вроде как. Что-то красивое. Да, здорово, когда всё начинает распускаться. Ну, хорошо, что и пальмы круглый год. А так, допустим, разные есть всё-таки растения, которые начинают распускаться, когда тепло. Тепло у нас уже наступило. Вчера, по-моему, да, было 23 градуса. Но сегодня чуть попрохладнее. Не знаю, надо посмотреть сколько. Вчера вообще было. Ну, я думаю, оно всё равно будет ненадолго. Хоть там дожди передают. Уже снега не будет, хочется верить. Нет. Вот это вот, в общем-то, очень радует. Так. Посмотрим, что там. Какая на море будет атмосфера. Уже ветерок. Ближе к морю подходим. Ветерок становится сильнее. Я никак не могла всё... Мир чудес, смысл перевёрнутый дом. Ага. Колесо обозрения. Я, кстати, на колесе так и не каталась ещё ни разу. Это тоже. Вот так вот. Мне подруг вообще местные, можно сказать. Но я, честно, больше люблю снимать, чем... Или чтоб кто-то катался. Нет, я в Сочи, конечно, каталась. И даже по вот этим всяким страшным аттракционам тоже самое интересное. Здесь вот здорово. Мы с ребёнком здесь, кстати, никого не было. Тут все приходили бесплатно, да, попрыгать сейчас. Я так понимаю, там уже кто-то есть, кто следит. Зимой тут, конечно, немножко по-другому. Народу мало. Ну, когда холодный ветер и пасмурно. Не всё так позитивно. Ну, скоро тут будет... Ну, как говорят, что парк культуры и отдыха принадлежит к ривьере в Сочинской. Хотя называется по-другому, я тоже говорила. Там, конечно, он более большой. Но я считаю, что и здесь всего хватает. В принципе, с ребёнком очень даже можно, да, и взрослому найти развлечение. Ну, и тут удобная дорога на море через этот парк. Можно, конечно, обойти с той стороны. И, так сказать, все эти аттракционы, если есть в этом необходимость. Можно пойти напрямую. Как-то я брала. Тут можно брать или одинарный какой-то, да, билетик на что-то. Сейчас вот цену даже не скажу. Я знаю, что можно брать несколько вот в одну, так сказать, чтобы стоимость ходила. Можно брать, ну, в общем, разные вариации. Были мы тут в Дельфинарии. Кстати, Дельфинарии очень такой уютный. Он небольшой, но всё так мило. Такая домашняя какая-то атмосфера. Вот так вот. Была я и в Сочинском, конечно, Дельфинарии. Делают тут реконструкцию, подкрашивают, подмазывают. Потому что зимой что-то, конечно, тут под... О, что-то закрыто. Мы были в Савариуме. Тоже, наверное, может, новых каких-то сов туда. Или ещё кого-то животных привлекут, посмотрим. А вот дядька, который всё время как-то пугается. Ощущение, что он настоящий. Я же говорила, как-то раз он так, и вот он он. Такой дяденька. Охраняющий колесо обозрения. Радующийся жизни. Ну, детям, конечно, здесь здорово. А вот там вот были...